Я в Покровске. Возможно, это мой последний репортаж из этого города перед тем, как его сотрут с лица земли. Был здесь в последний раз несколько месяцев назад, и здесь был абсолютно такой живой центр. Можно сказать, это практически центр города. Здесь было полно людей, работали кафе, можно было купить кофе, работали магазины. Сейчас абсолютно пустота. Людей практически нету, машин практически нету, улицы пусты. Город вымер, напоминает Чернобыль, и иногда только мы слышим звуки выходов и прилетов. Бои идут за несколько километров от города. Один из немногочисленных магазинов, который еще работает. Отдельные магазины, киоски. Еще работает, но в основном все закрыто. Здесь на домах видны последствия обстрелов. Сюда уже прилетали ракеты, снаряды. Многие выбиты, заделаны фанерой, людей нету. Вот дом пострадавший от обстрела. Снесен этаж, магазин, витрины. В целом город живой, но повсюду вот такие отметины. Вот, например, здание разрушено практически полностью здесь. Взорной волной все вынесло. Здесь, вот сюда, были прямые попадания. И вы видите, ни души. Ни души. Вот идешь, и только слушаешь ветер. Где-то вдалеке слышны голоса, шаги. Пенсийный фонд Украины. Все. Пенсионный фонд, судя по всему, уже работать не будет. Вот тоже одно из самых центровых мест в Покровске. Вот раньше кто был, тот знает. Здесь нельзя было машину даже припарковать. Невозможно было негде встать, потому что сюда ходили все кушать. Там есть, ну, был фудкорт, вон там розетка, да, супермаркет. Смотрите, никого, вообще никого. Вон, когда редко одна машина проедет. Но это вот самое движушное место в городе было. Там дальше рынок по этой улице. Тут вот детские площадки, парк. Там гуляли люди. И вот практически ничего больше нет. Вон, слышим вдалеке опять выходы, прилеты. Очередной разбомбленный мост. Вот так сейчас это выглядит. Абсолютная пустота. Здесь раньше был огромный движ. Очень много ездило машин здесь постоянно. Это одна из самых таких транспортных артерий. В городе было сейчас все разбито. Здесь, в этой части мост разрушен. И сюда уже машины не ездят. Здесь пустота. Ну, на самом деле, этот удар по мосту, он логистику особенно не нарушил. То есть, ну, понятно, военные как ездили, так и ездят. Просто, соответственно, там, ну, и военным, и гражданским кинули через рельсы. Там, ну, проход такой, и как бы все ездят, как и ездили раньше. То есть, по большому счету, вот этот подрыв моста, он просто испортил жизнь гражданским. То есть, обычным людям, которые здесь ездили. Ну, в общем-то, как обычно, как большая часть российских обстрелов. Обстрелы больше, как бы, преследует цель все разрушить. Без особого смысла. Да, вот, все, мост заканчивается, там обрыв. Здесь абсолютная тишина и пустота. Просто вот как какой-то Чернобыль. Вот могу остановиться. Вообще ничего не слышно. Иногда доносятся далекие звуки боя. Выходы, прилеты. Но не особо интенсивно сегодня. Частный сектор Покровска. Выглядит сейчас так. Вот кое-кде лают собаки, вы слышите. Это там еще люди остались. А так, в основном, людей нет. Уже все уехали. И повсюду такие следы от обстрелов. Ну, тоже, очевидно, совершенно бессмысленные прилеты. Вот просто по гражданским, по каким-то домам. Вот все разрушено. Людей нет. И смотрите, да, тишина. Не души. Только слышно кузнечиков. И слышите вдалеке редкие выходы, прилеты, звуки боя. Но это не канонада, а вот буквально какие-то одиночные. И вот в абсолютно пустом Покровске можно встретить такое вот объявление. Продам. Кто-то продает офис. Не знаю, реально. Вдруг кто-то хочет купить. Вот, пожалуйста, реклама. Вот телефон. Обращайтесь, если кто-то хочет сейчас купить в офисе в Покровске. Офис в Покровске. Думаю, будет недорого. Вы не прогадайте, в случае чего. Вот еще недавно работало модное кафе здесь в городе. Сейчас оно стоит уже закрытое, заброшенное. Но недавно еще работало. Называлось Триплушкин. Дело в том, что раньше был мэр Покровска по фамилии Трипушкин. И вот его политический оппонент открыл кафе и назвал Триплушкин, чтобы поиздеваться над мэром. Но сейчас, как видите, это все уже не актуально. Никого здесь нет. Пусто. Нет людей. Вот центральный парк. Очень ухоженный. Недавно здесь была проведена реконструкция. Вот новая плиточка. Все розы, цветы, подстриженные акустики. И сейчас он совершенно пустой. Нет ни души. Вот, конечно, очень жалко на все это смотреть. То есть, вот буквально надо было, наверное, эту плитку демонтировать и отвезти куда-нибудь в Павлоград или вывезти в какой-нибудь другой город. Вот там в случае, если удастся сохранить покров в целости, это всегда можно потом назад положить. Но так бы хотя бы спасли от бомбардировок. Очень жалко будет этот парк, если, конечно, его разобьет артиллерия. Он будет уничтожен боевыми действиями. Видите, здесь такие современные фонари стоят. Лавочки. Идеальная плитка. Здорово. Но совершенно ни души нет никого, да, видите. Возможно, он доживает свои последние недели. И вот буквально какие-то последние кадры отсюда. В любом случае, запомним его таким ухоженным, красивым. Сентябрь 2024.